АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 ГОЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ ПЕСНЯ И я верно не буду прожить нам просто, если любить, если любить, так. Если любить, так это мы, как и слава, и нету слов, слава приходится, если любить, если любить, так. И вот наступила весна с опозданием, ждала я ее с задаемым дыханием. Все дорого мне, солнца луч, снега таяние, грозы первых игру, первых птиц щепетали. Сколь сила несется в весеннем потоке, рождение, мечты, оптимизм и истоки. Умылась природа, на солнце заотделась, как будто на праздник парад приоделась. И льются восторги, и с каждой весною приходит вновь трепет и встреча с любовью. Как мудро Господь придумал мир, он полон красот и чудес. Не пытайся проникнуть в тайны, все равно упадешь с небес. А разве это не чудо, когда сквозь черную тучу луч солнца, как огненный спектр, прорвется над рисом дремучий? И гром раскаты, и радуги луч, одно за другим виденье. Промокнув до нитки, домой бредешь, начерпавшись вдохновенье. И все ни по чем, ты полон сил, готов и творить, и любить. Забыв все невзгоды, просто жить и чудом-таки дрожить. Ты не лети так быстро, жизнь, и со скоростью космической остановись, тихонько на пенел присядь. Сейчас я так конца боюсь, панически. Ну что мне от того, что ты промчалась бешеным? Косым будешь сорвав, а голова цела. Да и трава моя, увы, еще не скошена. Ну дай собрать, говорит, пепел у костра. Будь он тихонько, длевший, старается. Подбросим дров и логовит костер. На встречу с зорькой месяц побирается, и дивно зазвучит природой хор. Давно нас ждет и лодку залива, сияние звезд и запах летних трав. Плыви, гадья, пока нет волн прилива. Я мчусь судьбе навстречу, еще раз ее обняв. Добрый день, дорогие друзья. Ровно год назад здесь, во Дворце культуры, с большим успехом прошел бенедис автора стихов и песен руководителя вокального ансамбля «Ибушки» Розы Алиевны Соболевой. Тогда мы пообещали зрителю, что эта встреча обязательно повторится через год. Но жизнь вносит свои коррективы. Сегодня этот большой зал собрал нас на вечер в памяти Розы Алиевны. Мы выполним обещание и посвятим наш концерт человеку светлому, творческому, неравнодушному. Мы не случайно выбрали для нашего концерта именно 29 ноября. В этот день Роза Алиевна родилась в красивом южном городе Баку. С четырех лет ее судьба будет навсегда связана с Кохмой. Окончив Ивановское педагогическое училище и по своей натуре очень тонкий, лиричный человек, она часто складывала свои мысли в стихотворные формы. Выпустила несколько сборников стихов и песен «Осенние грезы», «Ожидание встречи», «Сиреневая танго» и последний «Люблю тебя, мой край родной». Но только написать стихи этого было мало. Они должны были звучать, затрагивать людские души. И будучи человеком очень музыкальным, в 2002 году Роза Алиевна организовала хор. «Ивушки» так трогательно назвали этот коллектив. «И полились песни над Кохмой о любви и верности, дружбе и преданности любимому краю». Встречайте, мы приглашаем на сцену хоровой ансамбль «Ивушки». Судьба разлучила нас навсегда, подвластны мы жизни закона. Тоску и печаль надо гнать от себя, я тебя помню. В памяти любви долго в сердце живет, прячется в миске полном. Боль от потери вовек не пройдет, я тебя помню. В знойный июль жарким ветром обдаст, невольно вдруг детство наполнит. Сколько тепла было в душах у нас, и я тебя помню. Яркая с неба скатила звезда, будто слеза с ладони. Как же мы счастливы были тогда, я тебя помню. Ветер весенний, что нас разлучил, ворвался в судьбу Гералона. А в воле отчаянно сердце кричит и плачет. Я тебя помню. В твой кушистый снежок полетит, и убоюкает город наш ссорный. Сердце волнуется, вдруг застучит, и я тебя помню. Радуга в небе привет передаст, мне тебя с погоной. Память моя любовь не передаст. Пока я живу, тебя помню. Ах, Россия, Россия, дорогая земля. Пере, крыль, жарили, а цвета, поля. Сколько радостей грусти сохраняешь в себе. И за всё это чудо спасибо тебе. А если грусть ты сохраняешь в себе, И за все это чудо спасибо тебе. Родниковой водою напоила меня, Нагорнила хлебами, что с полей собрала, Сколько силы вложила и сказать не беру, Чтобы мог постоять я за великую руку. Мы не зря называем тебя Родина-Мать, Пред тобой на коленях я готов отстаять, Многие, брат, и дети, пусть левеют тебя, Чтоб веками ты крепла, дорогая земля. Многие, брат, и дети, пусть левеют тебя, Чтоб веками ты крепла, дорогая земля. А сейчас прозвучит Реорита. Это ее Реорита, нашей дорогой Розы Алины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Кто сказали, закат начинается, Что пора перестать нам мечтать, Море песни еще не кончается, Значит, надо нам рыба певать. Соберемся дружною семьей, Моя кнопочки переберем, И за луна вошел в него настроим, И чуть-чуть календерочкой пройдем. ПЕСНЯ 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 А сейчас, как всегда говорила Розалиевна, в исполнении теребряного голоса нашего коллектива Нины Куликовой прозвучит любимая песня Розалиевны, ее творение «Не забудочка». ПЕСНЯ 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 Очень жаль, что ее нет с нами, но я уверен, что она осталась в наших сердцах своими стихами, песнями и, конечно, своим индивидуальным исполнением. С детства с мамой мы активно выступали на различных концертах, мероприятиях, в школах и садах, на заводах и фабриках, а также посещали музыкальные театры, балет, где проходили опереты, балеты и другие спектакли. Это было, конечно, интересное время. После ее ухода я написал два стихотворения и хотел бы прочитать выдержку отрывок из одного из них. Талант от богов был тебе стиспослан, стихи и проза, музыка, слова. Мотивы песенные плыли, и с песней кружилась голова. В душе романтик и всегда мечтатель, со взглядом, устремленным вдаль. Как много нерешенных планов, но жизнь оборвалась. Как жаль. И сегодня я хотел бы сказать, что наша жизнь действительно это миг между прошлым и будущим. Так давайте ценить эти драгоценные минуты. Привычка все в этом мире бушующей. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой, вечный покой, сердце вряд ли обрадуя. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что взорвалась и падая, Есть только миг между прошлым и другим. А для звезды, что взорвалась и падая, Есть только миг между прошлым и другим. Миг между прошлым и другим. Чем дорожу, чем рискую на свете я, Мигом одни, только мигом одни. Счастье дал, повстречать не веду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Жизнь. Есть только миг. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Именно он называется жизнь. Именно он называется жизнь. Миг. 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 Много было разговоров и о любви, и об искусстве, о музыке. Много научила она меня. Надеясь, что мое общение тоже ей что-то дало в ее творческой жизни. В одном фильме «Москва слезам не верит» помните, наверное, такую фразу, что «Жизнь начинается в 45 лет». У Розы Алины такая активная творческая жизнь началась уже когда ей было за 50. Хотя, конечно, она писала стихи, она их читала, пела песни, выступала. Но сначала она выступала как солистка. И вот, казалось бы, вышла на пенсию. Что обычно делают? Вяжут носки. Сиди, вяжи носки. Она это хорошо умела делать. Пеки блины или пироги. Жди в гости сыновей, жди в гости внуков. Но этого ей не хватало, этого ей было мало. И она начала выступать. Я говорю, как солистка сначала. Мы ее приглашали на мероприятие. И сюда, во дворец. Приглашали на мероприятие и в лице, где она знакомилась с учащимися, знакомила их с романсами. А это очень такой трудный жанр. Туда попробовать донести до детей романтику романса. В 60 лет она создала свой коллектив и пошло-поехало. Выступление. И перед детьми в интернате. И во дворах она устраивала концерты. Она выступала и на дне города. Выступала и в соцзащите перед бабушками, пожилыми людьми. И выступала и в бабушках на различных мероприятиях. И вот я хочу возвратиться к этой фразе, что жизнь начинается у кого-то в 45 лет. У нее она творческая и в 50 лет, и в 60 лет. И сейчас я точно уверена, что после смерти жизнь не заканчивается. Чего и вам всем желаю. Спасибо. Поблагодарю Елену за ее искренние теплые слова. А теперь я хотел бы пригласить на одну сцену нашего близкого нам творческого человека, который очень многим присутствующим в зале знаком давнего. Он долгие годы трудился на нашем комбинате и был всегда музыкальным и театральным исполнителем и душой любой компании. Встречайте, Михаил Широков. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня посвящало очень много слов в адресу Розалины. И вот Леночка напомнила такую тему, как тема романса. Действительно, нелегко для миссии романса, для зрителей. И как-то однажды мы устраивали вечер романса здесь, в зале. Предсутствовали молодые люди, подростки, можно сказать. И я был удивлен, как они слушали и встречали романс. Один из этих романсов. Я хочу вас... Семь летящих колей Семь рокочущихся глухов, как там Семь смесившихся струн Сладкой болью манят Разбудите, взорвите, сожгите гитару Я боюсь, что не любит она Разбудите, взорвите, сожгите гитару Я боюсь, что не любит она Деревянный петух Никого не разбудит Пусть уводят сестру Пусть уводят коня Тех ночей не боюсь, я которых не будет Я боюсь, что не любит она Тех ночей не боюсь, я которых не будет Я боюсь, что не любит она Ни ножа не боюсь, ни кнута не боюсь И не муки Все достойно прямой Ни голод, ни дня Лишь бы рядом легли наши теплые руки Я боюсь, что не любит она Лишь бы рядом легли наши теплые руки Я боюсь, что не любит она Я хочу пригласить на эту сцену Со словами обращения к вам Валерия Ивановича Слепченкова Который во время бенефиса мамы Работал в этом дворце культуры Директором дворца культуры Здравствуйте Когда впервые я встретился с Розой Алиной Я разбудил сразу в этом человеке Многогранность ее таланта Причем множество талантов Действительно присущие немногим Творческим людям Это, конечно, поэзия Это песни И, конечно, организаторские способности Которые позволили создать Вот этот коллектив Иушки Этот коллектив действительно является Ну, я бы сказал, изумрудом, что ли Вот нашего города Который не стыдно послушать Где-то его выставить Показать другим регионам И муниципалитетам Действительно настоящий творческий коллектив И вот сумела собрать таких людей Вокруг себя Переживающих за коллектив За город И по сей день этот коллектив На месте Выступает Вы его видели и слышали Бенефис, конечно, был Действительно Переверк Это был А не бенефис Это был настоящий праздник Городи Творчество Поэзии Песни И здесь, конечно, вот Было видно Какая любовь У этого человека Среди Жителей города Когда Некуда было Даже посадить людей Столько их пришло Цветы Песни Музыка Приглашенные гости Были Ему с театром Кого только не было Действительно Это был настоящий праздник В городе Ну, можно много говорить Об этом человеке Я бы Предложил всем Стоя Встать И аплодисментами Отдать память Ее творчеству И ей самой Тоже нашего близкого друга Семьи Который долгие годы Профессионально работал С нашим прославленным Трио-регианом Очень душевного человека Александра Марковкина Который Как музыкальный критик Всегда участвовал Во многих творческих рождениях Маминных сочинений Встречайте Александр Марковкин Добрый день Дорогие Пахамчане Почитатели Творчества Розалины Когда Стасик Пригласил меня Сказать Несколько слов Как-то так Само собой Из моих Воспоминаний Получилась Писанина На восьми страницах Когда Стали измерять время Оказалось Что в рамках Сегодняшней Обширной Программы Прочитать Полностью Мой образ Нереальный Поэтому я Остановлюсь Лишь на одном Эпизоде Умы Я познакомился С Розалией Не так давно Полтора-два десятка лет назад В пору ее Золотой осени Самый благодатный Творчески Плодотворный Период Ее жизни Но это было Поначалу такое Что называется Шапш Мезнакомство Я знал И уважал Розалию Как творческую Личность Как автора Стихов И песен Как знатока И ценителя Музыки В том числе И оперные А это Дорогого Стоит Настоящее Знакомство Произошло Случайно Как-то Однажды Мы встретились С Розалией На улице И она Буквально На ходу Напела мне Пару куплетов Своей новой Песни Это было Рождение Ее Лучшие Песни Ее Маленького Шедевра Это было Рождение Песни О кухне А для меня Это был Момент Истины С первых Слов С первых Тактов Этой Песни Я по-настоящему Понял И оценил Уровень И масштаб Творческого Дарования Розалины Не случайно Эта песня Так быстро Так тепло И безоговорочно Была принята И так Полюбилась Каханчану И не случайно Пусть И неофициально Фактически Стала Гимном Кохмы В свое время Была записана Фонограмма Под аккомпанемент Талантливого Кохмыского Музыканта Евгения Александровича Шпулина Я представлял Эту песню На официальном Уровне Именно для Принятия ее В качестве Гимноков Увы Этого не случилось Зато Примерно В это же время Кохмы Дали Точнее сказать Навязали Нелепый герб С лошади На двух ногах Словно Кохмы Веками Занималась Диресировка Лошадей Замечательная Песня Кохмы Родилась Не по заказу Не для денег И не для славы Удивительно Проникновенные Слова И жизнеутверждающие Мелодии Пришли Из глубины Очень светлой Очень искренней Души И восторженного Сердца Истинной Кохамчанки Вросшие Корнями В эту землю Бесконечно Влюбленной В этот город Город Ставший Для нее Второй Родины Город С ее Близкими Друзьями С Ивушками Замечательной Природой Кохмы С удивительными Пейзажами И дивными Закатами Отраженными В зеркале Речки Которой Она Любовалась И о которой Слагала Стихи Огромная Благодарность И низкий Поклон Стасику Достойному Достойному Сыну Своей Замечательной Мамы Бережно Хранящему Память о ней И достойно Продолжающему Творческую Линию Жизнь Розу 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 Алину Благодарю Розу Алину Мы В основном Составе Родились И выросли В городе Кохма Здесь же Прошла Вся Наша Жизнь Город Свой Любим И сочиняем О нем Стихи И песни И сейчас Прозвучит Песня О Кохме Слова и стихи Розы Соболевой На берегах Причушке Под названием Уголь Стоит наш Город Посмотришь Мири Вот для меня Время Негребоз Родина И Кохма Для меня Живой Роди Кохма Кохма Милый Кохма С тобой Прошли Детство И юность И года С тобою Наши Судьбы И в радость И в горе Тебя Мы не забудем Никогда Не в Царше Сердце Наших Девушек Пабличных И парни Заводные Нас Не подведут Талант Пусть И юность Никогда С головой Нашей Судьбы И в радость И в воле Тебя Мы не забудем Никогда Тебя Мы не забудем Никогда А сейчас Михаил Широков Представит вам Свою Песню Прежде чем Представить песню И рассказать Немного о ней Мне хотелось бы Чтобы сегодня Наконец-то Сбылась мечта Одной из знакомых Розалиевны Из города Сарова Присвали букет Вот этих цветов Галина Николаевна Сибирина Ее мама Просто Тетя Зоя Сибирина Как привыкно Когда артисты уходят Эти цветы Вылагали на рамках А теперь песня Город действительно Полон талантливых людей Здесь очень много коллективов И до сих пор занимаются детки И более старшие люди Розалиев написал очень много песен Но мне хотелось бы Показать еще одну песню Написано нашим людям Написано Адольфом Назголовым И называется Поздняя любовь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Самых лучших друзей и заветных подруг мы находим среди людей, про которых говорят, что они с тобой как на одной волне. Многие годы Роза Алина дружила и была членом литературного объединения «Жаворонки». Приглашаем на сцену директора музея истории городского округа Кохма Цикулину Наталью Валерьевну. Председателя литературного объединения «Жаворонки» Рубцова Владимира Викторовича. И поэтов литературного объединения «Жаворонки» Удалова Валентина Николаевича и Ворошилову Зою Владимировну. Я познакомился с Розой Соболевой примерно пять лет назад. В момент создания нашего политики, в этом объединении. Этого времени, пяти лет, нам вполне хватило, чтобы понять друг друга. Поэтому и такие слова будут сегодня посвящены ей. Уважаемые друзья, наш родной город, примите наше приветствие в этот день, в день рождения Розы Соболевой, в день памяти, в день поэтессы, композитора, певицы. И прошлое, и настоящее. Мы знаем все про несбежность. Пусть голос их вчера затих, но их дела вписались в вечность. Да будет жить их вечный стих. Это будет эпиграф к разделу «Память» в ежегодном литературном художественном фонаре «Радуга номер три», кухомских поэтов и прозаиков. Кстати, литературное объединение «Жавловки» в 13.00 в Малом Зале будет представлять кухомских литератур, предстоитовать этот сборник. Приглашаю всех. «Память» — это наша программа на всю оставшуюся жизнь, которую мы приняли в этом году на себя и будем выполнять. Роза Алиевна была бы довольна и рада этой презентации. Она была членом нашего ЛИТО. Она писала красивые песенные стихи. Я бы ей позвонила. Она бы мне сказала. «Володя, я обязательно постараюсь прийти. Сегодня чувствую себя опять не очень-то хорошо. Но мне не слушаются. А я бы сказал. А я за вами, Роза Алиевна. Заеду». Так часто и делали. И даже ездили с выступлениями на встречи и в Южу, и в Шулю, и в Фуру. Да где не бывали. Мы ее все очень любили и уважали. А еще она обрадовалась бы тому, что в этом году у нас презентация будет музыкальная. Она безпрежно любила музыку. Любила в разгаре пылких литератур. Разговор спеть. А капелла — красивый романс. Который так и запечатлен в моем воображении и звучит в моей памяти. Не покидай меня, голубчик, печально жить не без тебя. Да и на прощанье обещанье, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Когда порой тебя не вижу, грустно-задумчиво хожу. Когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, скажи ты мне, что любишь ты меня. Еще романс Козлова забыли Глядя на луч пурпурного заката Стояли мы на берегу Вы руку жали мне, промчался без вас рогата Тот краткий миг, его забыли вы Вы руку жали мне, промчался без вас рогата Тот краткий миг, его забыли вы До гроба вы клялись любить поэта Боясь людей, боясь пустой морвы Вы не вспомнили до светного завета Свою любовь и ту забыли вы Вы не вспомнили священного обета Свою любовь и ту забыли вы Но смерть близка, близка моя могила Когда умру, как тихий шум травы Мой голос прозвучит и скажет во мне его Он вами жил, его забыли вы Мой голос прозвучит и скажет во мне его Он вами жил, его забыли вы Еще чуть-чуть добавлю, но значимо Пусть традициям будут верны те, кто дрожит русской культурой Искусством, поэзии и музыки Не по секрету, а скажу, что в этом году Членом нашего литературного объединения стал сын Розы Станислав Тоже пишущий стихи Значимый о многом говорящий поступок Спасибо тебе, Станислав Пусть живет в делах хохомских литераторов Такое понятие, как преемственность Из радуги трим отрывок Розе Собриной Она дарила людям праздник И музыкальное тепло Она нам пела, жизнь светлела Знать свыше это к ней пришло Парите птицы Нам могила и в зной, и в белая снега Любуйся Родину, милая Издалека, издалека Родина действительно очень любила свою малую родину Любила не на словах, как многие, а на деле Она одной из первых пришла на Школовский музей Тогда еще школьный и муниципальный И помогала собирать предметы, воспоминания о людях И многие-многие экспонаты до сих пор хранят тепло ее рук Ее последний сборник песенной так и называется Люблю тебя, мой край родной Прожить не могла без любимого края Признание пробега Мы сборник листаем В них строчки и ноты не будут пылиться А птицами в небо взметнутся страницы Звучали будут в залах под небом открыты Жить будут в сердцах и не будут забыты Роза Оливна была таким замечательным человеком Очень обаятельным, милым, талантливым Мы всегда ее будем помнить И я хочу сейчас прочитать свое стихотворение Которое я написала на ее книгу «Сиреневая танго» И в память о Розе Ливне Об этой замечательной, милой, незабвенной женщине Сиреневая танго Над кохмой прозвучала И навсегда осталась В сердцах людей Сиреневая танго Чарующие звуки Нас в молодость вернули Дав взлет страстей Оркестры духовые На шумных танцплощадках Играли в старых парках В вечерний час Мир танца Чувствия Движения Так прекрасны И ритмы танго Властно Звучали В нас Сиреневая танго Нам Роза сочинила А прошлом оживила В память в нас Девчонкой в белом платье С охапкой у сирени Как четное видение Мы помним Мы помним вас Память Ну кто повернет время вспять Их нет на земле С такой властью Не хочется так умирать С душой переполненной страстью Идем спотыкаясь Идем спотыкаясь вперед Так даль с неизвестностью Манит Пусть ветром мне грудь отдает Но с ног он меня не повалит Узнать бы, что там за чертой Жаль только Идти без причастия Не в силах поладить С такой душой Переполненной страстью Надеюсь, что там я увижу Огни И знакомый причал И образ той штал Мне ближе Который давно Потерял На бата послышался Звон Теперь уже точно Без прений Моих не услышать Шагов На бата В тестертой ступени И ждет за чертой Судный час Покаюсь Упав на колени За то, что оставил Для вас Словесных стихов Своих тени Мы приглашаем на сцену Руководителя эстрады Максимус Дворца культуры Городского округа Кохмы Максима Боровикова И педагога Детской школы искусств Городского округа Кохмы Шпулина Евгения К сожалению, не стало Человека С которым Пройдено Много лет Невозможно представить Роза Оливину Без музыки Все друзья ее Имели какое-то Отношение к ней И Самое, наверное Ценное Что было в ней Это то, что она Не просто Сама любила А отдавала Все свое Тепло души Друзьям В своих стихах В своих песнях Я думаю, что она Сейчас видит нас И находится С нами Дорогие друзья Роза Оливину Действительно была Патриотом Кохмы Патриотом России И очень много Песен написала О любимом крае И мне очень приятно Сегодня исполнить Одну из этих Замечательных песен О Кохме Она так и называется Город родной Позади Живали Пускной Вот и школьный Пил Закончился В лесков Мой любимой Родной Расставаться Нисколько Не хочется Я вернусь К тебе Город Вернусь По вражу По России Помаюсь И пенатом Твоим Поклонюсь И тогда Мы с тобой Не расстанемся Я вернусь К тебе Город Вернусь По вражу По России Помаюсь И пенатом Твоим Поклонюсь И тогда Мы с тобой Не расстанемся ПЕСНЯ Сердце радостью наполняется, я вернусь к тебе, Бог, повернусь, и в житейских грехах я раскаюсь, а вечерний малиновый звон, сердце радостью наполняется. ПЕСНЯ Почему-то именно на фоне классической музыки приходят мысли о вечном, создается определенный настрой на вдумчивое восприятие этого мира. У рояля Людмила Смирнова. Дюрам. Вальс. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Тишина. 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Тихо, 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 тихо. Играет музыка. Пришло время поклон отстоять перед Богом. И еще раз прикоснуться к своим сыновьям. Попросить, не суди меня, Господи, строго. Что я здесь не успела, в той жизни отдам. А сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену нашего друга Михаила Славоновича Яродского. Добрый день, дорогие слушатели. Мы познакомились со Станиславом Станиславовичем по делам, в деловой эсфере. Ну вот он рассказал о своей покойной маме, подарил сборник ее стихов. И мне захотелось, услышав об этом вечере, внести свой вклад в него и пригласить к вам кого-то из интересных исполнителей. Сегодня у вас в гостях будут певица-калоратурная сопрано Любовь Власова и концерт-пестер, ваш благоряд премии «Триумф» Татьяна Лещинская. Холодко попытаюсь рассказать о них. Любовь Власова вначале окончила театральный институт как драматическая плиса и режиссер. Затем, когда уже стало ясно, что есть большой профессиональный голос, она училась в Питерской консерватории, а затем в Керлинской школе музыки Бермании. После этого она много выступает в Бермании, во Франции, в Москве. В последнее время, наряду с этим, у нее появились еще ученики музыкальной студии в Москве и в Иванове. Как-то судьба сбывала ее с Татьяной Лещинской. Очень серьезный музыкант другого поколения. Татьяна Лещинская окончила консерваторию под руководством выдающегося пианиста Вадима Монастырского. Это имя в России, как и многие другие имена, сейчас мало известно, поскольку он из тех, кто еще в 60-е, 70-е годы уехал из России. Он профессор консерватории Иерусалимской консерватории, выдающийся исполнитель листа. После окончания консерватории у него Татьяна, но еще студенткой, Татьяна стала привлекательной профессии концерт-вестера. Ирк добилась работами артистами Московского театра «Сатиры», Менглетом, Качуком, Селезневой, в качестве аккомпаниатора. А затем уже в последние 15-20 лет с выдающимися русскими певцами, с замужеством. И затем вместе с Ольгой Родиной они 15 лет назад создали студию «Весна». И эта студия сейчас стала известна очень широко не только в Иванове, но и на всю Россию. Их питомцы уже выступали и на Красной площади в Москве недавно, и только в этом году на крупнейших конкурсах в Москве, Питере, Минске, Кельсине, Костокольме и везде забирали первые и вторые места. Работа с выдающимися певцами помогла Татьяне Лещенской выработать, что такой живой интерес к новым интересным явлениям, каковым и оказалась любовь к Ласовым. Сейчас они работают над подготовкой к совместной программе. Но прежде чем пригласить их на сцену, я бы хотел еще одного, одну гостю представить вам. Это Ульяна, дочь Любови Гласовой, которая под руководством матери, повторяю, профессиональной актрисы и режиссера, подготовила великолепные стихи выдающегося русского поэта Евгения Евтушенко, очень близкие к теме сегодняшней нашей встречи. Итак, Ульяна Синогевич, лауреат первой премии конкурса юных чтенцов, Евгения Евтушенко, «Идут белые снеги». Идут белые снеги, Как по нитке скользя, Жить и жить бы на свете, Но, наверное, нельзя, Чьи-то души весленно растворяясь вдали, Словно белые снеги. Идут небо, земли, Идут белые снеги. И я тоже уйду, Не печаюсь о смерти и бессмерти не жду. Я не верую в чудо, Я не снег, не звезда, И я больше не буду. Никогда, никогда. И я думал грешней, Но от кем же я был, Что я в жизни поспешной, Больше жизни любил. А любил я Россию, Всей кровью хребтом, Ее реки в разливе, И когда подо льдом, Тух ее пяти стенок, Тух ее сосняков, Ее пушки на стенку, Ее стариков. И надежда и мазь, Полный тайный тревог, Что хоть малую малость, Я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, Только пусть она будет Навсегда, Навсегда. Идут белые снеги, Как во все времена, Как при пушке, В стенке, И как после меня Идут снеги большие, Аж до боли светлые, И мои, и чужие, Заметая следы, Будь бессмертным не в силе, Но надежда моя, Если будет Россия, Значит буду И я. АПЛОДИСМЕНТЫ Поет Любовь Власов За роялем дважды Вряд премии ПЮ Татьяна Лещинская. Русская народная песня «Светунь цветочки». Алья Нюзерты. Алья Нюзерты. Алья Нюзерты. Нюзерты. Алья Нюзерты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка